Друзья, всем привет! Привет! Поставьте плюсики, если меня слышно и видно. Ага, вижу. Так, ну что, сегодня у нас вторник. Как обычно у нас это бывает, по вторникам у нас презентация инвестиционного проекта «Двигатель Дуйнова». Сегодня мы будем говорить об основах нашего инвестиционного проекта. Так что, если вы еще не знаете, что такое проект «Двигатель Дуйнова», не знаете, что такое технология совмещенных обмоток «Славянка» и кто же такой Дмитрий Александрович Дуйнов, обязательно присаживайтесь поудобнее, зовите друзей, коллег, которые также еще про нас не знают. Сегодня будет множество полезной информации. И если вы так или иначе интересуетесь технологиями, инновациями, инвестициями, и вам вообще не безразлична ваша дальнейшая жизнь, то, конечно же, эта трансляция для вас. Сегодня мы проводим презентацию на русском языке. Уже в субботу мы будем проводить ее на индонезийском языке. У нас открывается национальное представительство в Индонезии. Так что, если хотите посмотреть и послушать, как выглядит информация о нашем проекте на индонезийском, обязательно приходите. Я думаю, все ссылки при желании вы сможете найти. Ну а мы начинаем нашу презентационную часть. Зовут меня Павел Филиппов. Я являюсь руководителем направления рекламной связи с общественностью компании Solar Group. Именно я сегодня для вас эту презентацию проведу. После презентации я отвечу на любые ваши вопросы, связанные с проектом двигателей Дуинова. Так что пишите свои вопросы в чат на канале двигателей Дуинова. И после презентации я все ваши вопросы зачитаю. Давайте сначала определимся, что же из себя представляет проект двигателей Дуинова. Проект двигателей Дуинова – это проект по продвижению технологий, совмещенных обмоток «Славянка» на мировой рынок. Эта технология уже сегодня позволяет команде нашего отечественного инженера-разработчика Дмитрия Александровича Дуинова проектировать электродвигатели нового поколения, которые применяются в самых разных направлениях – от электротранспорта до промышленности и сельского хозяйства. Конечно, для того, чтобы сделать из этого полноценный бизнес, сейчас в рамках проекта двигателей Дуинова планируется строительство инновационного центра «Совылмаш». Это такое предприятие, где команда Дмитрия Александровича сможет выполнять самые разные заказы на разработку тех или иных электродвигателей от разных клиентов, ну и, соответственно, зарабатывать на этом деньги. Инвестиции для нашего проекта привлекаются методом народного финансирования или так называемого краудинвестинга. Это означает, что инвестиции привлекаются от неограниченного количества малых и средних инвесторов, и каждый из вас может принять участие в этом проекте, проинвестировать в пассивную для себя сумму средств и стать совладельцами того бизнеса, про который я сейчас буду рассказывать. Давайте начнем с технологии. Что же из себя представляет та самая технология в совмещенных обмотах «Славянка»? В первую очередь мы поговорим про электродвигатели непосредственно. Электродвигатели, я думаю, вы представляете себе, что это такое. Используем мы это везде сегодня в нашей жизни, и в бытовой технике в привычной, и в электротранспорте все чаще. Когда вы приходите на работу, возможно, работая на каком-то предприятии, вы также сталкиваетесь с промышленными электродвигателями, и все это нас окружает, и, в общем-то, нашу жизнь невозможно представить без этого. И нам сегодня нужно знать, что 80% всех электродвигателей в мире – это асинхронные электродвигатели. Почему получается именно так? Ну, потому что это наиболее простая, надежная и доступная электрическая машина, которая применяется в самых разных направлениях, она достаточно универсальна. И если мы посмотрим на конструкцию этого двигателя, мы увидим, что там есть так называемая обмотка, которая выполняется двумя методами – это метод звезды и метод треугольника. Как раз-таки и здесь, в этой обмотке, и кроется инновация нашего российского инженера-разработчика Дмитрия Александровича Дуйнова. Дело в том, что ему удалось в одном электродвигателе совместить обе таких обмотки – и звезду, и треугольник, соединив их последовательно. В итоге мы получили так называемую совмещенную обмотку «Славянка», которая выделила двигатели Дуйнова среди аналогов и других двигателей от, скажем так, конкурентов. Что же из себя представляет технология, вы поняли? А какие преимущества она дает электродвигателю? Ну, во-первых, конечно же, это экономия электроэнергии. Такие электродвигатели экономят до 40% электроэнергии на фоне аналогов. Это первое. Второе – это себестоимость. В таком электродвигателе используется на 30% меньше медиа-электротехнической стали. Это тоже очень хорошее преимущество. Третье – это надежность. Так называемый сервис-фактор у двигателей с совмещенными обмотками – 2,5%, в то время как у конкурентов он составляет 1,2-1,3%. То есть, в нашем случае у технологии «Славянка» он в два раза выше, что, опять-таки, позволяет двигателям работать дольше, без ремонта, и в каких-то экстремальных условиях также он хорошо себя проявляет. Есть другие, более тонкие инженерные подробности. Вы можете с ними ознакомиться на наших официальных ресурсах. Я лишь затрону еще одну тему – так называемый класс энергоэффективности. Тема сегодня очень актуальная, потому что мы все с вами живем на одной планете, и нам не должно быть безразлично, в каких условиях мы это делаем. И человечество продолжает уносить непоправимый вред нашей окружающей среде. Каждый из нас также в той или иной степени в этом участие принимает, даже просто ездя за своим личным транспортным средством. Много есть факторов, которые влияют на эту ситуацию, но один из самых пагубных – это, конечно же, бесконтрольная выработка электроэнергии. В процессе такой работы мы загрязняем воздух, почву, воду. У нас происходит изменение климата, увеличивается озоновая дыра. Постоянно мы про это говорим, но не все об этом задумываются достаточно серьезно. Конечно же, в нашем проекте мы не можем все сразу эти проблемы побороть, но что касается, я имею в виду, побороть все факторы, которые влияют на окружающую среду, но именно с бесконтрольной выработкой электроэнергии, как одним из самых серьезных, мы справимся с вами в состоянии. Понятно, что мы не можем взять и отказаться от электродвигателей, которые являются основными потребителями той самой электроэнергии, но мы можем сделать так, чтобы эти электродвигатели потребляли электроэнергии меньше. И сегодня энергосбережение – это основной тренд вообще в экологии в целом. И для того, чтобы это можно было как-то отслеживать и контролировать, была введена шкала энергоэффективности, где можно оценить тот или иной электродвигатель, насколько он энергоэффективен. В этой шкале Е1 показатель является минимальным, Е4 – максимальным. Большинство электродвигателей, которые сегодня работают, они имеют класс энергоэффективности Е1 и Е2. В тот же момент технология совмещенных обмоток решает эту экологическую проблему, поскольку электродвигатели со славянкой имеют класс энергоэффективности Е3 и Е4, что является максимальными показателями. И они потребляют гораздо меньше электроэнергии, при этом делают даже большее количество полезной работы. Именно поэтому мы говорим, что это электродвигатели нового поколения, которые действительно могут изменить ситуацию в области окружающей среды. Сегодня многие компании этим занимаются. Конечно, проблема очень острая, но еще никто не приблизился к тем результатам, которые сегодня показывают технологии совмещенных обмоток, потому что двигатели от конкурентов, они, во-первых, больше по размерам выдавают уже мощность, во-вторых, они иногда до 10 раз дороже, что, конечно же, не идет в сравнении с технологией славянка. Нужно отметить, что сегодня именно та компания, которая выиграет в этой гонке, и которая сможет предложить рынку наиболее доступные, дешевые электродвигатели нового поколения, и станет новым лидером на рынке электродвигателей, и, конечно же, вся команда Sowellmash работает для того, чтобы это стало возможным в нашем проекте. Возможно, у вас появляется вопрос, чем же все это подтверждается? Подтверждается, на самом деле, огромным количеством фактов и доказательств. Сначала мы начнем говорить про большую научную базу, которая подкрепляет все мои слова. Во-первых, это патенты, которые были получены на технологию, сейчас их не один десяток, и вы можете с ними ознакомиться на нашем официальном сайте. Второе, это исследование, очень важный момент, на который не все обращают внимание, но это очень интересно и важно. Исследование с технологией проводилось как в России, так и в Европе, так и в Азии. Стоит отметить, что поскольку они проводились в самых разных уголках нашей планеты, мы можем говорить о том, что это непредвзятые результаты. Во-вторых, все эти исследования подтвердили эффективность технологии совмещенных обмоток, как минимум в теории. И, конечно же, это очень важно, и без этого этапа, в принципе, становления ни одной технологии быть не может. Со теми результатами вы также можете ознакомиться, они есть в открытом доступе, читайте, смотрите на цифры и сами во всем убедитесь. Но нельзя было бы говорить, что технология имеет какой-то завершенный вид, конечно же, если бы не было большого опыта практического применения. Этот опыт, конечно же, у команды есть. И понимая то, что такой опыт нужен, еще давным-давно было запущено так называемое направление лицензионных обмотчиков. Кто это такие? Это физические лица, юридические лица, которые подписали лицензионные соглашения на право коммерческого использования технологий совмещенных обмоток. То есть, они, занимаясь ремонтом и обслуживанием электродвигателей, имели право своим клиентам предложить перемотать их в двигатели по технологии «Славянка». Когда клиент соглашался, клиент в этом случае получал двигатель совмещенными обмотками, лицензионный обмотчик получал деньги за эту работу, ну и, конечно, часть денег он передавал в виде лицензионных отчислений. И здесь почему это важно? Важно это по двум причинам. Во-первых, показывать, что команда Дмитрия Александровича умеет не только заниматься инновациями, но и на своих инновациях зарабатывать, что важно в рамках текущего коммерческого проекта. Во-вторых, этих лицензионных обмотчиков уже больше ста по всему миру, и они на своей практической работе доказали эффективность технологий совмещенных обмоток на десятках тысяч самых разных асинхронных электродвигателей. Поэтому очень важно на это тоже обращать внимание. Но, конечно, для популяризации технологий в широкие массы необходимо было создавать именно конечные продукты. То есть, когда ты создаешь, например, электроавтомобиль и просто показываешь, что он, допустим, едет дольше или быстрее, люди тогда понимают проще, чем когда ты им просто рассказываешь про какие-то характеристики. И такое направление также было запущено. Команда Дмитрия Александровича разработала самые разные опытные образцы и самые разные двигатели. И, конечно же, здесь в первую очередь я хочу рассказать про такую разработку, как мотор-колесо Дуйнова, про который вы наверняка слышали, и про тот транспорт, где оно используется, и что вообще из этого получилось. Но к вопросу о том, почему же это самый популярный электродвигатель, дело в том, что это первый в мире электродвигатель в виде мотор-колеса, который сделан как асинхронный электродвигатель. Все остальное, что вы можете приобрести или слышали, это все электродвигатели, сделанные на базе BLDC электродвигателей. В чем их недостаток? Почему обращают внимание сегодня на разработку Дмитрия Александровича? Недостаток BLDC в основном в конструкции. И конструктивно в нем содержатся постоянные магниты. Постоянные магниты содержат редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, в свою очередь, добываются исключительно в Китае, как сырье. И Китай является монополистом на рынке этого сырья. Отсюда вытекает, во-первых, ценообразование. Китай монополист, он ставит любые цены. И поэтому, в том числе, эти двигатели серьезно дорожают из года в год. Во-вторых, Китай запретил вывоз этого сырья из страны. Поэтому вам, для того, чтобы получить такие электродвигатели, как, допустим, какому-нибудь производителю электротранспорта, необходимо либо строить завод на территории Китая, либо покупать готовые двигатели на территории Китая. Ни о каком отечественном производстве речи здесь идти не может. Ни о каком дешевом производстве здесь речи идти не может. Потому что все равно это все логистика. И на местах было бы сделать дешевле. И, конечно же, это зависимость целых отраслей от одной стороны, что далеко не всегда хорошо. И, например, сейчас, когда во всем мире бушует коронавирус, мы могли лично в этом убедиться, что могут закрыть предприятия, страны, и все это остаешься без спасщиков. Поэтому сегодня все большее количество компаний, людей обращают свое внимание на разработку Дмитрия Александровича, а она лишена этих недостатков. Основными компонентами являются медь и электротехническая сталь. Это очень дешевое сырье, добывается во многих странах. Вы можете организовать дешевое, доступное производство в любых количествах, в любом уголке нашей планеты. При всем при этом, конечно, нельзя обращать внимание только на цену. Есть другие важные критерии, такие, например, как надежность. Здесь у мотор-колеса Дуинова также все в порядке, поскольку это асинхронный электродвигатель. Асинхронный электродвигатель, он самый надежный в мире в целом. Поэтому мотор-колесо здесь не исключение. Если мы будем говорить про характеристики в сравнительном каком-то понимании, то взяв мотор-колесо китайского производства и мотор-колесо Дуинова, при одинаковых весах и габаритах, мощность у китайского будет где-то 2-3 кВт. Мощность у мотора-колеса Дуинова будет 20 кВт. Разница очень серьезная. Где применяется оно сегодня? Применяется оно на электровелосипедах, на электроскутерах, на электроавтомобилях. При этом для каждой версии этого транспорта перечисленного разработана собственная версия мотор-колеса. И поэтому мы можем говорить, что рынок только одного этого двигателя очень серьезный. И на этом можно зарабатывать хорошие деньги. При этом, как я сказал, это всего лишь один из разработанных двигателей. Таких, конечно, у команды гораздо больше. Переходя дальше и говоря про электротранспорт в области электроавтомобилей, можно здесь вспомнить электродвигатели со Славянкой, установленные в Рено Твизи, в Рено Кангу. Это электроавтомобили, которые Твизи, в частности, вы могли даже видеть сами на наших конференциях. Уже не мотор-колеса здесь, уже обычный традиционный двигатель, если можно так выразиться. И здесь технология Славянка себя также отлично зарекомендовала. Были разработки в области общественного транспорта. В частности, такой двигатель был установлен в троллейбус, после чего троллейбус стал не только динамичнее, но и экономичнее своего предшественника. То есть здесь мы били сразу двух зайцев, как говорится. Дальше, подобный электродвигатель был установлен, со Славянкой был установлен еще в электровоз. Электровоз, который возит грузы в шахтах, до того, как в него был поставлен такой электродвигатель, он тянул 5 вагонов с грузом. После установки такого двигателя он тянул уже 11 вагонов с грузом, то есть мощность выросла более чем в два раза. Очень серьезные показатели. Есть различные видео, фото и документации на этот счет. Сегодня мы уже производим целых 5 электродвигателей с совмещенными обмотками. Благодаря нашему партнеру Виктору Аристову налажено такое производство в Китае. Вы можете, кстати говоря, приобрести такие электродвигатели, поставить свой электротранспорт и, соответственно, наслаждаться технологией уже сегодня. Или же купить электротранспорт сразу с технологией Славянка. Конечно же, подобные разработки были и в других сферах. Это были общепромышленные двигатели, не только. Я здесь рассказываю про самое такое понятное, чтобы у вас сложилась картина вообще, на что эта технология способна. И в целом, примерно минут за 15 я вам рассказал путь, который прошла команда. И рассказал, постарался рассказать все самое основное. В действительности, конечно, все это было гораздо дольше. И с 1995 года, когда впервые была технология применена, команда полностью прошла все этапы на свои деньги. Это и получение патентов, и исследований, и опытные образцы. И в какой-то момент стало понятно, что технология имеет завершенный вид. Что уже не требуются какие-то дополнительные доработки, переработки, исследования. И самое важное, было огромное количество потенциальных клиентов, которые хотели заказать тот или иной электродвигатель. Дмитрий Александрович был готов их разработать. Но ему было недостаточно тех мощностей, которые были в распоряжении. Так и появился проект по созданию предприятия, где такая работа будет возможна. Создание инновационного центра. И именно там команда Дмитрия Александровича смогла бы разрабатывать самые разные двигатели. Конечно же, для подобной деятельности нужны инвестиции. Такие инвестиции пробовались вначале привлекаться именно с помощью крупных инвесторов. Но договориться с ними не получилось. Не по причине того, что никто не хотел давать деньги. Скорее, Дмитрий Александрович не хотел брать деньги на тех условиях, на которых их предлагали. Потому что обычно в таких проектах инвестор забирает себе 80-90% компании. И ты в данном случае остаешься просто как топ-менеджер и с небольшой долей. По большому счету это означает продать компанию, продать технологию. На это Дмитрий Александрович не пошел. Также были предложения реализовать проект за рубежом, от чего Дмитрий Александрович также отказался по ряду идеологических причин, а также из соображений причин безопасности. И в итоге, несмотря на все это, было заметно, что технологию поддерживает огромное количество людей. Очень много людей в интернете следили за Дмитрием Александровичем, за его деятельностью и хотели как-то помочь. И сейчас, поскольку интернет уже хорошо развит, во всем мире развивается такой метод поддержки, когда люди поддерживают те начинания, которые им нравятся. И видя вообще этот тренд, видя это направление, было принято решение привлечь те самые инвестиции именно благодаря людям. То есть, было открыто привлечение инвестиций методом краудинвестинга или народного финансирования, когда деньги привлекаются от неограниченного количества малых и средних инвесторов, которые готовы поддержать технологию, готовы поддержать становление этого бизнеса. При этом, они получают долю в этом бизнесе и становятся полноценными инвесторами. Такой проект и был запущен, про него я вам сегодня рассказываю. И, как вы видите, эта идея была крайне удачной. Сегодня проект развивается очень хорошо и сейчас мы также будем об этом говорить. Давайте сначала я более подробно расскажу, что же из себя будет представлять технологию предприятия и как вы сможете на этом заработать. Что же это за предприятие, в конце концов, да, вот как одна из основных целей в нашем проекте? Это, как я уже говорил сегодня, инновационный центр Sovelmage. Это не завод в традиционном понимании. Основная прибыль здесь будет идти не с производства тех или иных электродвигателей, а именно за счет разработки и проектирования новых электродвигателей под конкретного клиента. В данном случае можно привести пример такой работы. Допустим, к Дмитрию Александровичу приходит автопроизводитель, он хочет выпустить новый электроавтомобиль, ему нужен электродвигатель. Такой электродвигатель Sovelmage сможет для него разработать. Заказчик передает документацию, техническое задание. Sovelmage разрабатывает двигатель под определенные задачи, ставит процесс их серийного производства этих двигателей, и всю эту документацию передает уже заказчику. Заказчик же на своих мощностях начинает производить необходимое ему количество электродвигателей на своих мощностях и мощностях партнеров. И здесь уже роль Sovelmage именно в разработке такого электродвигателя. Стоит отметить, что разработка одного такого электродвигателя в среднем по рынку стоит около 50 миллионов долларов. И таких разработок Sovelmage можно сделать от 1 до 3 в зависимости от сложности. Маржинальность в этом бизнесе составляет 70%, что очень хороший показатель. И, конечно же, таким бизнесом не только стоит заниматься, но и стоит в него инвестировать. Потому что направление действительно очень интересное. Давайте вам расскажу, как вы можете принять в нем участие и как конкретно заработать. Сегодня абсолютно каждый человек, который хочет поддержать проект, хочет поддержать строительство инновационного центра, может проинвестировать через личный кабинет ту сумму, которую он может себе позволить. Минимальная инвестиция у нас начинается всего лишь от 50 долларов. Есть инвесторы, которые инвестируют из сотни тысяч долларов. Поэтому каждый найдет себе тот вариант, который подходит именно ему. Взамен своих инвестиций вы получаете инвестиционные доли. Это закреплено договором инвестирования, который вы подписываете. И, конечно же, каждый инвестор получает сертификат, в котором будет указано, какое количество инвестиционных долей принадлежит именно вам. Количество инвестиционных долей зависит от того, какой инвестиционный пакет вы приобретаете, потому что доли продаются наборами, скажем так, инвестиционными пакетами. И зависит еще от того, в какое время вы их приобретаете. Давайте по порядку. Ну, доли продаются пакетами. Пакеты у нас стоят, например, 500 долларов, 1000 долларов, 2000 долларов. И, допустим, если вы выбираете пакет на 2000 долларов, то в нем, ну, как пример, допустим, содержит 100 тысяч долей. Соответственно, чем больше пакет вы покупаете, тем больше долей у вас в пакете получается. При этом, тем дешевле каждая доля выходит вам на, если пересчитывать стоимость пакета на каждую долю. Также цена зависит от конкретного времени, когда вы инвестируете. Реализация проекта распределена на 20 этапов. И с каждым этапом команда реализует определенные цели и выполняет стратегические задачи. Соответственно, риски уменьшаются, и проект все ближе и ближе к завершению. Понятно, что на первом этапе риски были самые-самые большие. Но при этом инвестиционные условия были самые-самые выгодные. Сейчас у нас идут уже условия 14-го инвестиционного этапа. Мы находимся на 14-м этапе из 20. Совсем скоро мы переходим на 15-й этап. Поэтому сегодня вы можете проинвестировать в проект на условиях 14-го этапа финансирования. Условия различаются тем, что на каждом этапе дается разная скидка на те самые доли. И поэтому чем ближе к завершению проект, тем дороже стоит одна доля. Думаю, примерно это понятно. Что же делать с долями? Дело в том, что после завершения финансирования вы сможете обменять свои доли на акции компании Sowellmash. И в этот момент вы уже станете акционером и полноценным юридическим совладельцем компании Sowellmash. Я думаю, что делать с акциями вам уже здесь более понятно. Акции это одно из самых привычных и востребованных направлений для инвестирования. Здесь можно заработать, как правило, по двум направлениям. Первое – это возможность продать свои акции дороже, чем вы их приобрели. Второе – это получать на свои акции дивиденды, то есть часть от прибыли компании. За счет чего получается прибыль, в частности, как вы сможете перепродать дороже. Сегодня вы приобретаете доли. Как я уже говорил, приобретаете вы их по разной цене, на разных инвестиционных условиях. Но нужно отметить одно – вы их покупаете с огромной скидкой. И скидка тем выше, чем на более раннем этапе вы заходите в проект. То есть на 14 этапе скидка на доли выше, чем на 15. Поэтому сегодня вы покупаете дешево эти доли с большой скидкой. Это компенсация вам за ваш риск как инвестора. После же того, как вы получите акции, компания Sovelmash планирует провести IPO. И в процессе IPO вы сможете продать свои акции уже по рыночной цене. Ну и, соответственно, заработать на такой перепродаже. Второе направление – это дивиденды. Дивиденды здесь все еще проще. Каждый владелец акций имеет право на часть прибыли компании. И... ...распределяться на дивиденды, распределять между всеми инвесторами. Это позволит вам получать постоянный, стабильный, пассивный доход в виде дивидендов. Долгие годы. В общем-то, тоже отличный вариант. Причем оба варианта можно комбинировать. Не обязательно выбирать именно один. Вы можете часть акций продать, часть оставить и получать на них дивиденды. Поэтому следите. Мы будем рассказывать о каждом способе. Все о преимуществах обоих способов. Сегодня мы видим, что эта идея, она достаточно близка большому количеству людей. У нас уже более 250 тысяч человек в проекте. Более чем 100 стран участвуют. Мы находимся не только в России. Сейчас у нас больше, чем 100 стран. Но при этом еще у нас есть такие направления, как национальные представительства. Когда в конкретной стране есть конкретный лидер, где-то открыты офисы. И там официально мы работаем и продвигаем как наш проект, так и в целом компанию Solar Group. Сегодня у нас, по-моему, открыто где-то около 15 представительств в самых разных странах. И, в общем-то, например, еще одно открывается в Индонезии в эту субботу в онлайн формате. Благодаря этой поддержке мы сумели уже реализовать много своих целей и задач. И, во-первых, у нас реализованы первые мощности в виде лаборатории, опытного участка, литейного участка, намоточного цеха. Это большие площади с различным оборудованием, где сегодня работает команда Sowellmash, где разрабатываются электродвигатели с технологией совмещенных обмоток. Улучшается сама технология совмещенных обмоток, где мы выпускаем электродвигатели, разработанные в виде опытных установочных партий, где мы можем снимать характеристики с наших двигателей, ну и, конечно, сравнить их с двигателями конкурентов и показывать это нашим потенциальным клиентам. Сегодня идет очень много работы, и это предварительная работа перед запуском инновационного центра, чтобы нам не пришлось тратить время на это уже, когда мы запустим наше предприятие. Более того, сегодня нам это очень помогает искать потенциальных клиентов, и наша задача сегодня сделать так, чтобы после запуска нам уже не пришлось каким-то образом искать клиентов, чтобы мы были уже загружены работой на несколько лет вперед. Много параллельных задач, например, такие как получение новых патентов, и это также увеличивает интеллектуальную собственность компании, и нематериальные активы сегодня, они зачастую даже важнее, чем материальные в виде станков и стен. Поэтому здесь работа, конечно же, также идет. Основная же задача остается в виде строительства инновационного центра, и мы также очень стремительно здесь продвигаемся. Строится наш инновационный центр будет не в случайном месте, мы будем располагаться на территории государственной особой экономической зоны Технополис Москва. Это специальная площадка, которая регулирует правительство Москвы, и она создана специально для развития подобных инновационных проектов, каким является наш. Мы стали резидентами этой особой экономической зоны, и это нам дает огромное количество преимуществ. Во-первых, на территории этой особой экономической зоны мы получили землю под строительство нашего инновационного центра совершенно бесплатно. Во-вторых, мы получаем очень существенные налоговые льготы, что поможет нам эффективно стартовать наш бизнес, когда инновационный центр будет запущен. В-третьих, это развитая инфраструктура, которой мы можем пользоваться, это дороги, железнодорожные пути, линии электропередач. Нам не нужно уже самим в это вкладываться. Третье, это внимание к самому Технополис Москва, со стороны клиентов потенциальных и различных организаций, с которыми мы будем сотрудничать, а также со стороны различных ведущих вузов. Технополис сотрудничает с лучшими вузами России, и мы сможем набирать лучшие кадры на работу в наше предприятие. Именно такие там и должны работать. После того, как мы стали резидентами, нас ждала еще очень большая работа, которая сегодня уже проделана. Я имею в виду подготовительную работу к строительству. Это и выбор генерального подрядчика, и подготовка участка к строительству. Но самое важное, конечно же, это было именно прохождение различных государственных экспертиз нашего предприятия. То есть, это и самая государственная экспертиза, и Роспотребнадзор. То есть, здесь проверяли наше предприятие на пожарную стойкость, и на то, не наносим ли им какой-либо экологический вред окружающей среде, и все прочее, прочее. Мы эти все проверки успешно прошли, и сейчас можем уже смело говорить о том, что 15 октября мы официально получили разрешение на строительство нашего инновационного центра, и здесь практически ничего нас не останавливает уже от того, чтобы начать рыть фундамент. Ну, единственное, конечно, наверное, это деревья, которые стоят на участке, но совсем скоро мы с этим разберемся, согласно всем нормативам и законам России. Несмотря на это, конечно, строительные работы уже фактически, можно сказать, начались. Мы уже закончили строительство нашего городка строительного. Это временное сооружение, которое необходимо также для ведения строительства. Это и временное жилье для рабочих, и различные помывочные станции, и пропускные пункты. Сейчас делается дорога также временная, она на 70% уже закончена. В общем-то, подготовка, она практически завершена, и в скором времени мы сможем к этим работам, уже к строительным приступить. Согласно графику предварительному, который был представлен нам от нашего генерального подрядчика, от компании HAKA Moscow, уже в этом году мы планируем начать делать фундамент. 2021 год будет основным годом именно строительных работ, где будет ставиться и стены, и крыша, и внутренняя отделка, и различные коммуникации. И уже в конце 2021 года планируется начать завозить первое оборудование. В 2022 году планируется запуск в эксплуатацию инновационного центра Sowellmash, и с этого момента он начнет работать, приносить прибыль своим инвесторам. В общем-то, здесь у нас все по плану, и я уверен, что все у нас здесь получится. Конечно, могут быть какие-то временные проволочки, как правило, это происходит за наших подрядчиков, которые могут что-то там не уследить, что-то не успеть. Тем более, сейчас мы живем в непростое время, когда из-за коронавируса могут и какие-то ключевые сотрудники из строя выходить, в том числе, связанные со стройкой, и, возможно, замораживание строительных работ. Но я надеюсь, что нас это не коснется, и надеюсь, что все у нас будет в срок. Поэтому это просто до уточнения, для того, чтобы понимать, что график все равно предварительный, день в день в строительстве рассчитать все просто невозможно. Но мы пытаемся приблизиться и прям к точно поставленным срокам. С этим я вас поздравляю еще раз, друзья. И, конечно, все те, кто уже в проект проинвестировал, я думаю, что вы рады тому, как сейчас все это развивается. К вопросу о том, вообще нужно ли участвовать в проекте и нужно ли заниматься инвестициями, мое убеждение, что, конечно, инвестициями заниматься нужно. Инвестиции – это ваша возможность влиять на свою будущую жизнь, влиять на нее осознанно, не ждать от кого-то, как говорится, подачек и самостоятельно решать, как вы будете жить дальше. Инвестиции – это именно тот способ, которые могут дать вам уверенность в будущем. И поэтому сейчас все больше людей обращают внимание на различные инвестиционные инструменты. Благодаря интернету сейчас финансовую грамотность свою повысить достаточно просто, поэтому делайте это. В любом случае для вас это будет полезно. Если говорить про инвестиции, какие именно, нужно присматриваться ко всем, искать то, что интересно именно вам. По своей стороны, хочу сказать, что краудинвестинг – это одно из самых быстро развивающихся инвестиционных направлений в мире в целом. И это не просто так. Краудинвестинг – это действительно просто, поскольку, чтобы проинвестировать, вам нужен только, по сути, интернет и компьютер. И через 10 минут после регистрации вы уже можете сделать первую инвестицию. Это доступно, поскольку минимальная инвестиция всего лишь 50 долларов. Ну и это достаточно прозрачно и надежно, поскольку все документы, вся юридическая часть вы видите в кабинете, можете с ней ознакомиться до того, как сделаете инвестицию. Ну и отчеты о том, как развивается проект. Мы постоянно их предоставляем. Это и новости, и видео, и вот такие вот трансляции, на которых мы не только ведем презентацию, но еще раз говорим о самых последних новостях. Поэтому, друзья, если вы решили присоединиться к нашему проекту, то, как говорится, будем рады вас видеть среди инвесторов. И если у вас остались вопросы, вы можете задать их сейчас в чате, а также можете написать в техническую поддержку или позвонить туда. Обязательно вам все расскажут и покажут. Также помните, что сейчас у вас еще есть возможность проинвестировать на условиях 14-го этапа, но уже совсем скоро, когда мы перейдем на 15-й инвестиционный этап, у вас сегодняшних выгодных условий уже не будет, и они никогда не повторятся. Поэтому следите. Скоро мы объявим дату смены инвестиционного этапа, и у вас еще будет какое-то время, чтобы успеть проинвестировать наш проект на текущих условиях. Ну что, друзья, я перейду к вопросам. Давайте к самому первому. Так, Анатолий пишет, чтобы я прочитал личные сообщения. Анатолий, обязательно этим займусь. Обязательно отвечу. Когда следующий этап? Эдуард, и сразу всем отвечу, кто спрашивает про этап, я еще видел несколько вопросов. Этап, смена этапа достаточно скоро. Мы об этом объявим. Конкретно, когда мы объявим дату этапа, конкретный день я не назову, но я думаю, что мы об этом скажем в течение одной, максимум двух недель. Поэтому за новостями следите. Совсем скоро мы скажем, когда проект перейдет с 14 на 15 инвестиционный этап. В общем-то, обязательно обо всем услышите. И рассылку сделаем, и все остальное. Павел, расскажи, что делает Solar Group для привлечения новых инвесторов? А то как-то активность тухла. И что планируется делать в ближайшие полгода? Есть ведь ориентировочно-дорожная карта? Александр, ну вот интересно бы понять, как вы определили, что активность тухла. Но давайте по порядку. Первое. По поводу активности. Ну, нужно быть реалистами. Конечно, активность сейчас ниже, чем она была. Почему? Ну, потому что мы не можем проводить большое количество мероприятий, конференций и всего прочего. Поэтому может, конечно, показаться, что здесь мы ничего не делаем. Но, несмотря на то, что конференции и различные оффлайн-мероприятия были очень важны жизнью нашего проекта и вообще в целом развития компании Solar Group, если вы про нее спросили, то да, мы делать это не можем. Но кроме этого, Solar Group решает еще огромнейшее количество задач, которые нужно реализовывать для успешного развития проекта. Первое. Это, конечно же, в чем задача Solar Group? Важная такая важная задача. Мы получаем информацию от Дмитрия Александровича, и наша задача ее постараться донести до большого количества людей. Как мы это делаем? Это новости, это рассылки, это личный кабинет, это сайт. Ну и, конечно же, сейчас у нас эта работа, она мультиплицируется на огромное количество языков. То есть нужно понимать, что сразу, значит, 20 языков, то есть вся эта работа сразу X20. Да? Не одну новость надо вывести, а 20 новостей. Еще их надо перевести, правильно картинки изменить, если это видео переозвучить, то есть работы хватает. Вот. Но это в комплексе. Конечно, есть огромное количество других направлений. Кроме этого, как вы помните, одним из решающих и основных инструментов Solar Group по продвижению проекта двигателя до иного является именно партнерская программа. И, конечно же, огромные усилия мы тратим именно на работу с партнерами. Но что сейчас, что я имею в виду сейчас? Как эта работа выглядит? Поскольку, опять-таки, мы не можем проводить ни мероприятий, ни тренингов, ничего другого, мы работаем сейчас через национальных представителей. То есть наша задача – работать в плотном контакте с национальными представителями, проводить с ними различные мероприятия в тех странах, где это возможно, проводить с ними вебинары, обсуждать с ними различные стратегические задачи и помогать им решать их проблемы, давать им различные материалы. То есть мы с ними постоянно в плотной работе, в плотном контакте. Вот как, например, несмотря даже на пандемию, у нас там открыты были и Африка в последнее время, национальные представительства, два, даже если не ошибаюсь, да, это же сделал Жиль Вейбер. Сейчас Жиль Вейбер также планирует открывать национальные представители в Камеруне. То есть, опять-таки, Solar Group, это же большая команда, это все партнеры, да, вот, например, Жиль Вейбер сейчас поедет, или, может, поехал, сейчас, сказать, не знаю, в Камерун, и там будет жить несколько месяцев, проводя различные встречи, и потом проведет огромную конференцию. Ну, настолько огромную, насколько это позволит ситуация с коронавирусом. Дальше. Кстати говоря, он, например, то же самое делал последние полгода, да, то есть, он ездил по разным странам Африки, и там это делал. Сейчас, вот, например, в субботу мы открываем национальное представительство в Индонезии. На самом деле, за этим стоит огромная работа, поскольку это и переводчики, и презентации, это на двух языках идет, то есть, даже онлайн-презентацию провести гораздо сложнее, чем вебинар, допустим, да, сегодняшний. И тоже сложно, это не... Просто, может, кому-то покажешь, что вот конференцию провести оффлайн, это тяжело, а вебинар транслятывается легко. Нет, конечно, когда мы говорим про какой-то серьезный уровень, это уже совершенно не так. Поэтому работы на самом деле хватает. Работы хватает, работаем каждый день, видите, и... Сейчас сколько? Вот, 8 часов, да, вы, возможно, сидите сейчас дома, уже пришли после работы, мы ведем для вас вебинар, я нахожусь в офисе, поэтому... Наоборот, у нас сейчас, поскольку наши очень важные вот эти каналы, связанные с конференциями и со всем прочим, они из-за коронавируса невозможны, мы сейчас очень много работаем именно над поиском новых идей, новых направлений. Вот, например, открытие национального представительства в Индонезии через онлайн-формат, это также наше... тестирование нашей гипотезы. Мы не знаем, будет ли это настолько же эффективно, как приехать лично в Индонезию, как мы раньше это делали, приезжали и открывали целые регионы. Посмотрим, но мы понимаем, что миру-то он такой. Мы не можем же просто сказать, ну, значит, не будем ничего делать. Мы ищем варианты, ищем возможности. Поэтому... Примерно так. Вот, а по поводу стухшей активности, вот, я просто не знаю, что вы имеете в виду. Если вообще активность говорит про русскоязычную аудиторию, то действительно ее стало гораздо меньше. Ну, очень простое этому объяснение. Во-первых, русскоязычная аудитория, она в сторону не бесконечна. Это раз. Во-вторых, если раньше у нас мы работали только с русскоязычной аудиторией, сейчас я сказал, что у нас там уже 15 национальных представительств, и основные инвестиции идут вообще не из России. Поэтому, как бы ни прискорбно, это не звучало, но для нас, в России, даже сейчас, не основной рынок. Это тоже правда. По поводу того, что мы ориентируемся делать, примерно то же самое, что и сейчас. Понимаете, наша ключевая задача обеспечить финансирование проекта двигателей Дуэнова в срок. Понимаете, мы будем делать все для того, чтобы достигнуть это. У нас есть дорожная карта открытия национальных представительств. Я сейчас не буду говорить точное время, потому что очень сейчас все нестабильно, вот с вирусом и со всем прочим. Но работы достаточно много. Поэтому, по поводу того, если прям более подробно, я уже говорил, что у нас будет такой финальный в этом году вебинар. В конце года мы будем говорить в итогах уходящего 2020 года, будем говорить о целях и планах на 2021 год. И я думаю, что именно там мы уже более подробно обсудим все планы и результаты. Так, когда будет переход на следующий этап, ответ скоро не принимается, скоро уже все устали. Я понимаю, что устали, но поймите, вы меня выпрашиваете, но я же не говорю вам не потому, что я не хочу или что-то скрываю. Поймите правильно. Я могу это сказать, я как бы рупор, я же здесь решение не принимаю. Поэтому, как только будет решена точно определенная дата, как только будет, скажем так, команда это озвучить, я с радостью первое это сделаю, потому что я знаю, что, конечно, этого момента ждут большое количество людей. Паша, здравствуй, скажи, будут проходить презентации проекта в виде вебинара после окончания финансирования? Максим, будут, конечно. Во-первых, Дмитрий Александрович говорил, что в дальнейшем, если инвесторы поддержат, если люди будут за, то есть идеи и реализации других проектов, поэтому будем говорить и о будущих проектах. Конечно же, будем говорить и про Совалмаш, без этого никак. И нужно понимать, что после того, как финансирование завершится и КБ начнет свою работу, будут все равно, инвесторы-то никуда не денутся, понимаете? И вопросы также будут. Будет вопросов много, люди будут спрашивать, и, конечно, с ними нужно будет общаться. Так что, да. Когда планируется выход на внешнюю и внутреннюю биржу? Максим, ну, смотрите, в этом году внутренняя биржа точно запущена не будет. По поводу внутренней биржи, когда она будет запущена, ну, это только после завершения финансирования. То есть, ответ здесь один. Ну, точной даты я сегодня назвать не смогу. Так. Ставим лайки, пишет Андрей. Я полностью с ним согласен, друзья. Ставьте лайки, тогда трансляцию будет смотреть еще больше людей. Я вот сам поставил только что. Вот, кстати говоря, о развитии проекта, да, не устану об этом говорить. Вот, краудинвестинг, он уникален тем, что результат зависит от каждого человека. Чем больше вы активности проявляете, тем больше шанс, что мы быстрее завершим финансирование. Каждый ваш лайк, каждый ваш репост, это все может повлиять. Кто-то может сказать, ну, на что мой репост повлияет. Ну, понимаете, это опять, если так каждый подумает, тогда ничего вообще не произойдет. Если каждый сделает по репосту, у вас один друг увидел, другого человека, два друга увидели, вот уже три инвестора новых появилось. А нас тысячи человек. Понимаете? Поэтому, конечно, активность, она очень важна, и нужно про это не забывать. Так. Скажите, а электроэнергию откуда будут брать? Александр не совсем понял вопрос, если честно. Когда будет завершение сбора средств на проекты и выхода проекта на самофинансирование? Максим, об этом мы точно объявим, когда Дмитрий Александрович согласует и предоставит полную схему. То есть, в принципе, об этом уже говорилось. А старичкам можно продлевать рассрочки, тем, кто случайным образом забыл. Александр, у нас сейчас в принципе уже не работает функционал увеличения пакетов, но если вы хотите нарастить объем своих инвестиций на выгодных условиях, то обратите внимание, что сейчас, пока вы платите рассрочку, вы можете взять еще один инвестиционный пакет на тех же условиях, на которых вы сейчас рассрочку платите. То есть, по тому же этапу. Если вы сейчас рассрочку платите, по десятому этапу, пока вы платите, вы можете взять еще один пакет также в рассрочку по десятому этапу. То есть, это вот замена увеличения пакета. Более того, если вы не хотите платить параллельно два пакета, то после завершения выплаты рассрочки, когда вы всю рассрочку завершите платить, вы можете в течение месяца взять еще один пакет на тех же условиях и продолжить платить, причем любой пакет. И платите один пакет за другим, и условия, допустим, десятого этапа у вас будут сохраняться каждый раз, если вы в течение месяца после завершения рассрочки начнете платить новый. Виктор, ну, как вам сейчас я могу на это ответить? Сейчас, в принципе, в России, да и во всем мире, ситуация с карантином и со всеми сопутствующими нюансами, они достаточно остро стоят. Более того, сейчас самое важное понимать, что все меняется каждый день. Ну, реально, каждый день. И сегодня могут сказать, что все хорошо, мы победили, все нормально. Завтра могут сказать, что все, опять что-то закрывается. Поэтому предугадать невозможно. Поэтому мы и говорим, когда про предварительный график, нужно брать в расчет, что что-то может здесь произойти. Надеюсь, что этого не случится, но несмотря на погоду, строить мы будем, да, но если, конечно же, там выйдет опять указ, что строить нельзя, ну, тогда что делать? Против закона мы работать здесь не можем. Так что, хотелось бы вам сказать, что точно все будет здесь хорошо. Могу сказать лишь так, то, что точно будет хорошо, но, может быть, после карантина, когда разрешат опять строить. Поэтому построить это построим, вопрос только времени. Ну, и даже если это введут, это не будет надолго. Ну, два месяца, да, просрочки уж в нашем проекте, в итоге это мало на что повлияет. Раз у предприятия такая большая маржинальность и прибыль за год, зачем тогда нужна была особая экономическая зона? Из-за нее задержка на год и потери 70 миллионов прибыли. Это нивелирует все ее преимущества. Но зря вы так предполагаете, понимаете? Там была задержка, во-первых, не на год, а на 9 месяцев, да, по вступлению, если вы помните, в особую экономическую зону, потому что там менялось руководство, ничьи заявки не принимались, в том числе нашей компании. Или даже 8, что ли, месяцев. Ну, в общем, не год это, во-первых. Во-вторых, вы должны понимать, что если бы мы строились просто в чистом поле, но уж поверьте, времени бы заняло это не меньше, потому что туда нужно привезти было бы дороги, всякие линии электропередач и так далее. Но, в общем, очень много всяких коммуникаций. Поэтому, как минимум, бы это вышло по времени столько же, а как максимум, это было бы еще гораздо-гораздо дороже. Понимаете? То есть здесь мы сэкономили. Дальше. Да, в промежутке, вы считаете, в промежутке год. Понимаете, что вот мы могли бы уже заработать, а из того, что мы захотели сэкономить, условно говоря, в общем, непонятно, да, как бы выиграли мы или проиграли. Но вы смотрите сейчас, понимаете, сегодняшним днем, но предприятие строится на десятки лет. И в итоге вот эти все преимущества, которые мы получаем, все это в итоге будет нам большой-большой плюс. Поэтому налоги – это лишь только один из тех критериев, за которые мы боролись. Критериев гораздо больше. Это в том числе инфраструктура, как я уже говорил, это в том числе кадры, это в том числе участок, это в том числе государственная поддержка различная. Посмотрите, Александр Сударев периодически выкладывает то, что Совалмаш, как резидент Технополис Москва, встречается и со СМИ, встречается и с различными партнерами потенциальными. Ну, то есть нас поддерживают реально. Да, многие говорят, что у нас в стране не поддерживают предприятия. Может быть, это происходит пока что не в том объеме, как в других странах. Но у нас тоже это развивается, у нас тоже это делают, и мы обязательно достигнем уровня всех самых передовых стран. Просто не все сразу. И находясь здесь, просто у нас шанс достигнуть вот этих, скажем так, вот этой помощи, да, и получить ее гораздо-гораздо выше, понимаете. Поэтому, тем более, такое предприятие, как наше, оно очень заметное, оно будет известно на весь мир, и, конечно же, безопаснее даже, да, находиться вот под покровительством, скажем так, государства. Ну, так спокойнее. И поэтому здесь путь точно был выбран верно. И Дмитрий Александрович тоже много других уже рассказывал, всяких преимуществ. Поэтому. Так, а можно ли будет в дальнейшем в личном кабинете перед акционированием дарить доли, когда будет внутренняя биржа в продаже долей? Этот функционал еще уточняется, пока не могу точно ответить. Так, сейчас, оп, вопросы слетели. Ладно, я чем-то снизу. Так. Павел, а если проект дофинансируется, а человеку еще платить рассрочку 25, ну, в общем, еще платит рассрочку, что тогда? Он в доле будет? Смотрите, распространенный вопрос, как получается так, что финансирование скоро будет завершаться, а люди сейчас берут рассрочки на 20 месяцев. Дмитрий Александрович уже тоже об этом рассказывал. В начале 2022 года предприятие СОВЛМАЖ будет введено в эксплуатацию, но это будет сделано в минимальном, скажем так, исполнении. То есть, с минимальными возможными вообще ресурсами, чтобы запуститься. Почему? Потому что, конечно, со временем рассрочки люди будут доплачивать. То есть, получается так, что предприятие уже будет работать, уже будет приносить прибыль, а люди будут доплачивать рассрочки. И, собирая эти рассрочки, предприятие будет докупать необходимое оборудование и все остальное. Поэтому все люди, которые начали платить рассрочки, они их доплатят. так. А внутренняя биржа уже рассказала, сменитап уже тоже сказал. Так. В конце года точно расскажете о цифрах? Да, да, планируем рассказать. Какой процент издержек, налогов и прочих расходов будет платить в СОВЛМАШ после заказа? Например, 10 миллионов долларов. Какова будет прибыль с этой суммой инвестора? Можешь объяснить подробно? Не смогу, честно. Здесь, понимаете, чтобы такие подсчеты вести, тут бухгалтер нужен на конкретной сумме провести. Поэтому так сходу не смогу. Ну, смотрите, если так, условно, на пальцах, часть денег там будет, естественно, то, что это оборотный капитал, да, часть денег будет прибыль. Там маржинальность до 70% одного заказа. Соответственно, за эти прибыли нужно будет уплатить налоги, зарплаты, что-то отложить там в какой-то стабилизационный фонд, что-то, возможно, реинвестировать. И сколько денег останется? Ну, сколько останется, сейчас я вам, конечно, не скажу. Ну, примерно на счет вот такой. То есть, вы можете посчитать, примерно это сами. Вам нужно посчитать, в принципе, ну, понимать хотя бы примерно, да, как все это формируется прибыль. Не то, что там конкретно на что тратить, но просто, что из маржинальности, из грязной прибыли еще есть вот такие-то расходы. Ну, соответственно, дальше уже сможете понять порядок цифр. Ну, так, конечно, сходу я не посчитаю. Ну, примерно попытался сказать. Так, многие вопросы повторяются. Так. Долго еще будут длиться возможности инвестируют по этапу начала инвестирования? Не совсем понимаю вопрос. Чьи инвестиционные доли получает инвестор? Доля из Овалмаш или доли Соларгрупп? Почему в договоре не указано, чьи доли мы покупаем? Соларгрупп. Насколько я знаю, в документах это указано. Павел, после сдачи генподрядчика и проверок, в какой промежуток времени команда Соларгрупп заедет и запустится? В каком году ожидать первый дивиденд? В 2024-м? Ну, смотрите, Дмитрий Александрович говорил про то, что первые дивиденды уже возможно будет выплатить в 2023-м даже году. Это все зависит от того, не будет ли у нас каких-то временных проволочек по началу строительства, продолжения и в итоге его завершения. Ну, понятно, что если мы в начале 2022-го года запустимся, то в 2023-м году мы уже что-то можем выплатить. То есть здесь примерно так. Что касается, какой промежуток заедет команда, ну, это такой точечный вопрос, знаете, ну, как я понимаю, как я понимаю. То есть у нас есть сдача объекта, и затем государственная комиссия вводит предприятие в эксплуатацию. Ну, как только предприятие в эксплуатацию введено, ну, в общем-то, оно может функционировать. Ну, сколько времени там потребует, чтобы перевести какие-то вещи. Поскольку само это предприятие находится не очень далеко от того места, где располагается сейчас, СОВЛМАШ, я думаю, что, в принципе, многие сотрудники практически сразу смогут приступить к работе. Поэтому думаю, что много времени это не займет. Когда будут убраны рассрочки на 20-25 месяцев? Обсуждали же этот вопрос в начале года, сейчас еще более актуально. Но 20-25 месяцев не говорилось, что будем убирать, мы говорили про 30 месяцев. Когда будут убраны, честно, пока не могу сказать. Но разговоры об этом постоянно тоже ведутся, пока решение не принято просто. Но я могу вам так сказать, на самом деле, особенно часто их не покупают, поэтому не нужно думать, что кто-то много людей там наберут на 30 месяцев эти рассрочки. Павел, кабель перенесли. По поводу кабеля, насколько знаю, еще работа продолжается. Какие сейчас сроки закончить финансирование? Евгений, после объявления сметы сможем об этом рассказать. Так, ну что? А, я выплатил рассрочку седьмого этапа. У меня есть возможность взять новую по седьмому этапу. Как долго сохранится эта возможность? Я могу точно сказать, что возможность временная. Временная. Пока дату мы еще не планируем. То есть, еще не назначили дату завершения вот этой возможности. Зачем нам доли или акции Solar Group, если нам нужны акции Sowell Mash? Как можно проинвестировать в Sowell Mash? Игорь, ну, в общем-то, об этом я рассказывал. Вам нужно ознакомиться с договором инвестирования. Сейчас вы приобретаете доли. Но затем эти доли, согласно договору, будут обменены на акции Sowell Mash. То есть, это двухсторонняя, скажем так, операция. Почему нельзя сделать иначе? Объясняю. Потому что, если бы Sowell Mash сейчас начало заниматься подобной деятельностью, ну, во-первых, достаточно сложно юридически сделать в России. Мы уже говорили, почему так. Давно, кстати, об этом не говорили. Но, скажем так, в России нет соответствующего юридического поля, либо оно несовершенно. Более того, у нас международный проект. И инвестировать в российскую компанию, у большинства стран просто не будет возможности. Дальше, если мы говорим не про доли, все-таки о про акции. Ну, акции вообще продавать по закону запрещено. Это ценные бумаги. Это нужно получить разрешение в каждой стране, где ты присутствуешь. Ну, в нашем случае, там, больше, чем 100 стран. Нам нужно получить лицензию. В некоторых странах эта лицензия составляет ни одну сотню тысяч евро. Поэтому сейчас краудинвестинг, это не только наш проект, а развивается именно по пути продажи долей. Поэтому мы работаем именно так. Можно ли показать, сколько процентов возобновили рассрочки и по какому этапу? И сколько у нас длинных рассрочек? Можно? Можно, Мария. Мы будем эти цифры готовить к концу года. Я думаю, что если там что-то интересное, можно будет показать. Мы обязательно покажем. Вот, касательно того, что вот сейчас, о чем вообще речь идет, я так понимаю, что это вот про промо-акцию, которая сейчас у нас идет до конца 14-го этапа. Сейчас у нас, сейчас, если у вас отменена рассрочка, вы до конца 14-го этапа можете восстановить свою отмененную рассрочку без каких-либо условий дополнительных и преград. То есть просто можете нажать кнопку «Восстановить», «Оплатить» один месяц, и ваш график платежей будет пересчитан. Это уникальная возможность. Если когда-то у вас была отменена рассрочка, вы можете этим воспользоваться и продолжить ее платить. Поэтому помните, что осталось времени у вас поучаствовать в этом не так долго. И, вероятнее всего, это последняя подобная промо-акция в проекте, если вы хотите восстановить свое участие именно по оплате рассрочки. Поэтому пользуйтесь, друзья. И, ну что, думаю, все. На вопрос я все ответил. Что хочешь сказать? Смена этапа близко. Смена этапа близко. Стройка близко. Все это отлично. И идем, несмотря ни на что. Много чего наш проект уже прошел. Еще больше нам предстоит так или иначе пройти. И потом, и в жизни самой компании Sowell Mash. Я уверен, что даже те люди, которые просто продадут там свои акции и забудут про нее, они на самом деле про нее не забудут, всегда будут следить. Поэтому, да, проект, конечно, очень интересный. И я рад, что так активно он развивается. Вы по-прежнему можете принять им участие. Так что присоединяйтесь. 14 этап еще действий. Скоро 15. Ну а для тех, кто участвует в проекте, помните, что сейчас для вас работают две возможности. Первая это до конца этапа. Восстановить свою рассрочку, отмененную на льготных условиях. Подобных возможностей, скорее всего, у нас не будет уже. Ну и, конечно же, это возможность приобрести еще один новый инвестиционный пакет под тем же условием, по которым вы платите текущий. Или это сделать в течение месяца после того, как вы завершили оплачивать свою рассрочку. Если вам это интересно, но вы еще не все поняли, обратитесь в техническую поддержку. Они вам более подробно все объяснят. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо, друзья. Я думаю, что будем на канале Двигателей Дуинова впредь вести наши трансляции с презентации проекта, потому что что-то не получается на том другом канале. Какие-то сбои у нас. Вы помните, кто презентацию смотрел, наверное, что в последний раз у нас всегда были сбой на презентации. Мы думали, с чем же это связано. И вроде как определили проблему, что именно на том канале это происходит. Почему? Возможно, какие-то серверы. То есть этот канал каким-то другим сервером на YouTube подключается. Ну, так нам сказали. Но, как видим, когда видим на другом канале, действительно все хорошо. Надеюсь, так он в дальнейшем будет. Вас я приглашаю на передачу «Экспертное время». Она пройдет на этом же канале в четверг, в 14 часов по московскому времени, где Александр Судорев расскажет последние новости. Возможно, Дмитрий Александрович будет присутствовать. Ну, в общем-то, приходите, задавайте свои вопросы. Также в субботу у нас презентация для Индонезии, открытие национального представительства. Я знаю, вы где-нибудь найдете ссылку, если захотите. На российских источниках, наверное, не будет вывешиваться. Ну, кому интересно, думаю, найдут. И сможете посмотреть на наших индонезийских партнеров, которые сейчас начинают еще более активно работать в своем регионе и продвигать наш проект. На этом у меня все. Всем спасибо. И до новых встреч.